Ученый совет. Какие вопросы поднимались на заседании? Проблемы мусульманской молодежи. Кто-то из великих ученых, основателей Маскобок, трактовал один хадис по-другому, а другой, например, трактовал совершенно по-другому. Это ни в коем случае не говорит о том, что кто-то прав, кто-то не прав. Все они были правы. Кто стал деканом года? Вы бы не сказали, что мы этого так ждали и готовились к этому. Конечно, это было очень неожиданно, потому что представляет здесь не Казанский университет. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Арина Мухаммедшина. В Казанском федеральном университете состоялась лекция мэра Казани Ильсуры Медшина, который выступил на тему управления изменениями большого города на примере Казани. Выпускник университета рассказал о масштабных проектах города и планах дальнейшего развития Казани в ближайшем будущем. Напомним, что Ильсур Медшин является председателем попечительского совета юридического факультета и входит в состав попечительского совета университета. В Казанском федеральном университете прошло заседание ученого совета КФУ. Обсуждался ряд основных вопросов, а также вопросы разных сфер. Подробнее в сюжете. 24 ноября в зале заседаний попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание ученого совета КФУ. До начала заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и государственным бюджетным учреждением Фонд пространственных данных Республики Тазарстан. Далее с приветственным словом выступил Ленар Сафин, ректор Казанского университета. Затем пригласил работников КФУ для вручения наград. Коллектив ученого совета поздравил первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского с прошедшим днем рождения. Повестка дня включала в себя пять основных вопросов, а также раздел разный. Членам ученого совета предстояло выбрать заведующих кафедрами, а также провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Коллеги, повестка дня у нас определена, она есть перед нами, поэтому я ее озвучивать не буду, поэтому предлагаю, если нет вопросов к повестке, то за данную повестку прошу проголосовать. Также обсудили избрание президента Казанского федерального университета, увековечение памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событий КФУ. Нашим диссертационным советом есть два представления о создании на базе Института математики и механики имени Лобачевского диссертационного совета по одной научной специальности пока что, вещественно-комплексный функциональный анализ, действующий на постоянной основе. Состав совета приведен на экране. Есть ли какие-то вопросы? Далее участники совета приступили к блоку «Разное», где обсудили вопросы, касающиеся всех сфер жизни университета. Продолжается подача работ на Советской Организации Увлеканских Российских Государственных Премий. Данные по премиям и по датам подачи приведены на экране. Я прошу проинформировать ваших коллег и самим проявить активность, особенно директорам институтов. В финальной части заседания был поднят вопрос об утверждении плана работы ученого Совета университета на предстоящий 2023 год. Адалийна Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Всероссийская студенческая конференция «Политика и религия» стартовала в Институте международных отношений Казанского федерального университета. Что тревожит мусульманскую молодежь, узнаете в следующем сюжете. В Институте международных отношений стартовала Всероссийская студенческая конференция. Тема мероприятия – политика и религия. Гражданская идентичность мусульманской молодежи как фактор стабильного развития государства и общества. Когда мы ценности других религий говорим представителям, не мусульманам, не православиям, например, да, или не иудеям, а в общей светской. Есть же люди, которые, так скажем, нейтральны к религии. Поэтому вот это очень ценно. Так, чтобы мы никого не обращаем ни в ислам, ни в православие, ни в иудаизм, но говорим, доводим эти ценности древних религий, данных нам и подаренных Богом. По словам участников конференции, многим мусульманам в современном мире сложно сочетать повседневную жизнь с традициями. Однако, несмотря на это, все больше людей начинает приобщаться к религии с малых лет. В рамках конференции участники обсудили самоопределение, экстремизм, взаимодействие с представителями других религий и влияние развития технологий на доступность ислама. Однако затронули и острые вопросы. Одна из основных проблем, которая становится причиной конфликтов среди мусульман – разная интерпретация исламского учения. В рамках масхабов есть такие разногласия, разночтения, касаемо разных моментов. Те же самые, кто-то из великих ученых, основателей масхабов, трактовал один хадис по-другому, а другой, например, трактовал совершенно по-другому. Это ни в коем случае не говорит о том, что кто-то прав, кто-то не прав. Все они были правы. Вероприятие завершится 25 ноября. Помимо очного формата, участники смогут послушать докладчиков онлайн в зум-конференции. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. Кто стал победителем в общенациональной премии Декан года? Расскажем далее. В рамках пленарного заседания 5-го профессорского форума наука и образования в условиях глобальных вызовов в Доме правительства Москвы состоялась церемония награждения лауреатов общенациональной премии Декан года. В число победителей конкурса в номинациях «Философские науки» и «Экономические науки» вошли представители Казанского федерального университета. Это директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаила Щелкунов, а также директор Института управления экономикой и финансов Найля Багаудинова. Сильная борьба, и в итоге мы получили награду, причем работа была признана лучшей. Было 15 лауреатов, включая МГУ, садовничей, коллеги из других вузов. Наша шла первой. Нам по списку первый высший рейтинг. Но сказать, что мы этого ожидали, мы бы не сказали, что мы этого так ждали и готовились к этому. Конечно, это было очень неожиданно, потому что представляет здесь не Казанский университет, а представляет нас профессорское сообщество, как правило, коллеги. Исходя из этого, ну, зависит момент награждения. И поэтому, конечно, эмоции самые высокие, самые такие. И было очень приятно осознавать, что такие награды нам вручены. Директора также поблагодарили весь профессорско-преподавательский состав, коллектив сотрудников и студентов Института социально-философских наук и массовых коммуникаций и Института управления экономикой и финансов и подчеркнули, что данная победа является общей. Амир Ахтямов, Ленар Гизатурин, Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов. Универньюс. 24 ноября в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялась Республиканская олимпиада студентов и школьников, посвященная первопечатнику Ивану Федорову. Подробнее далее в сюжете. Республиканская олимпиада студентов и школьников, посвященная первопечатнику Ивану Федорову, проходит в два дня – 24 и 25 ноября. Ключевая ее цель – повышение познавательного интереса студентов к русскому языку, русской культуре, истории русского письма и книгопечатанию в России. Олимпиада включает задания по разделам языкознания, выявляющие уровень сформированности языковой, лингвистической, коммуникативной компетенции, а также по истории русского языка и книгопечатанию в России. По словам доцента кафедры русского языка и методики его преподавания и ФМК Зульфии Юсуповой, главной особенностью данной олимпиады является ее неповторимость, ведь ни одной другой такой больше нет. Наши участники, школьники и студенты, конечно же, будут отвечать на вопросы и задания, связанные не только с биографией, с деятельностью Ивана Федорова, а также они ответят на задания и вопросы, связанные с историей русского языка, с этимологией слов. Я думаю, что предложенные в этом году задания им понравятся, и они с удовольствием их будут выполнять. Олимпиады проводятся для двух категорий участников. Первая категория участников – студенты среднеспециальных и высших образовательных организаций всех направлений подготовки, а вторая категория участников – школьники с 8 по 11 классов. В этом году мы предлагаем для каждой категории участников по 8 заданий. Задания школьников и задания студентов будут отличаться. У нас задания разные. Есть исследовательского характера заданий, работа с церковно-славянским текстом, попытка его перевести на русский язык. Есть задания, связанные с решением ребусов или кроссвордов, связанных с книгопечатанием. И вообще, насколько наши участники вообще понимают, как появляется книга. Отметим, что Олимпиада проводится с 2014 года, и с каждым разом количество желающих побороться за звание самого начитанного становится все больше. В этом году участники получат сертификаты и ручки, а призеры и победители – дипломы и подарочные сертификаты книжного магазина. Карина Саяхова, Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. Советом и Президиумом Российского профессорского собрания принято решение о проведении пятого профессорского форума «Наука и образование в условиях глобальных вызовов». 24 ноября Казанский федеральный университет провел секцию философских наук. Целью форума является обсуждение актуальных проблем и научных достижений. Мероприятие включало в себя выступление докладчиков, а после – дискуссии гостей форума. Тот разговор, который состоялся, он носит конструктивный характер, имеет перспективы определенные. И самое главное, мы видим, что философское сообщество России в целом как раз занимается диагностикой тех вызовов, которые есть сегодня в глобальном мире. И самое главное – разработкой свод анализа и рекомендаций для нашего российского сообщества. Четыре команды Казанского федерального университета успешно выступили на 25-м чемпионате Юга и Поволжья России по программированию 2022-2023 и прошли в полуфинал чемпионата мира по спортивному программированию. В состав команд вошли студенты Института математики и механики, Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Института вычислительной математики и информационных технологий. Ребята соревновались по семьюдестью одной лучшей команды Юга и Поволжья России из 30 университетов в городе Саратов. На этом все. В студии была Арина Мухамедшина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok